Всем привет, друзья! В данном ролике хочу показать, как я делал ворота. Папа, и я делала. И ты делала, и ты мне помогала. Чтобы не было длинное видео, решил разбить на несколько частей. Вот на этом этапе я остановился. Вот так вот они у меня выглядят. К сожалению, первое видео я затерял. Не могу найти, как я начинал. Там особого ничего нет. Просто единственное скажу, что снял размер. Размер у меня 3,50 или 3,49. Точно не помню. По-моему, 3,49 от столбика до столбика. Сделал зазор между воротами и столбиком по сантиметру. Соответственно, и тут я сделал. Ну, дальше я все покажу. Почему решил разбить на несколько частей видео? Потому что материала будет достаточно. Потому что вот этот столбик надо укреплять. Тут я решил арочку сделать, чтобы скрепить два столбика. Вот как видите. И тут я скрепил металлический столбик с бетоном. Плюс хочу видео отдельно, как я буду делать калитку, покраска. Потом профлистом буду обшивать. Ну, то есть, будет что посмотреть. В общем, вот так вот. Что я делаю дальше? Вот я прихватил, по две точечки сделал на каждом углу. Теперь вот это расстояние, 349, то есть, ширину или длину, или ширину, как правильно назвать ворот, делю пополам. 349 разлить пополам, будет 174,5. Ну, я беру 174 и выставляю вот вовнутрь еще две трубы. И делаю зазор, сантиметр между ними. Чуть-чуть подвинуть. Вот так. Все. Теперь можно прихватывать эти трубки. Для чего я так сразу сделал? То есть, делаю общий каркас. Чтобы при монтаже было намного проще. Легче выставить одну целую эту конструкцию, чем две половинки. То есть, сплошную эту конструкцию ставлю на место туда. Прихватываю сразу навесы. Потом, когда уже будет прихвачено к стойкам, просто возьму вот эти места, разрежу болгаркой. Торцы при разрезе будут вот так вот. Я их просто заглушу, заварю и зачищу. И две половинки у меня встанут идеально ровненько. Все. Сейчас прихватываю вот эти две трубки. Переворачиваю на другую сторону. Там прихвачиваю, обвариваю это все дело. Так, каркас готовый. Обварил, зачистил. Все стыки с обоих сторон проварил. Так, тут у меня сантиметровый зазор. Все, как я планировал. Ну что, сейчас сварю калиточку. И пойду рисовать дизайн этих ворот. Что-то возьму с интернета, что-то сам придумаю. Чтобы более-менее симпатично они смотрелись. Так, добавил кое-какие элементы. Погнули мне трубу. Трубу 40 на 20 гнул. И вот, как видите, добавил трубу 15 на 15. Полностью прошел, ну, по кругу. Для чего я это сделал? Для того, чтобы, когда профлист встанет, именно в эту трубку будет крепиться профлист. Есть, конечно, места не очень красивые. Не очень красивые зарезы. Но, ребята, делаю первый раз для себя. И так, думаю, что эти места не будет видно, потому что здесь скроет все профлист. С той стороны, понятное дело, все обвариваю. То есть, эта сторона изнутри. Еще что. Можно было бы делать сам каркас не с профильной трубы 40 на 40, а 40 на 20. Вот с такой. Я уже не стал переделывать, оставил так, как есть. В принципе, неплохо смотрится. И получается у меня 40 и плюс 15, 55 толщина. Здесь 20 и 30. Тут 50. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Сейчас я с той стороны, там я прихватил. Сейчас я... Так вот. На прихватках все. Сейчас зачищаю вот эти все швы. Ну, и придется это все дело вышпаклевывать, чтобы вот этих швов не было видно. Это будет вид с улицы. Слишком много точек, наверное, делал. Короче, повело немножко. Так, дальше что я делаю? Сейчас я зачищаю вот эти все стыки. Переворачиваю на другую сторону. Там тоже в нескольких местах прихвачу вот эту трубку. Зачистил все прихватки. В общем, видно, что какой горе сварщик варил. В общем, учиться еще и учиться. Ну, ничего. Зато своими руками. С этой стороны прихвачу там, где можно будет подлезть болгарочкой. Ну, вот, в нескольких местах там, допустим, точками прихвачу, да и все. И здесь начну размечать решеточку. Что я сделаю? Скорее всего, это расстояние замерю. И вот это. В общем, размечу так, чтобы оно симпатично выглядело. Соответственно, проварю еще вот эти стыки. Все, все вот эти видимые стыки. Здесь-то все закроется. Профлистом вот тут все закроется. А вот в этих местах надо будет прихватить. Вот тут вот. Здесь. В общем, сейчас этим и займусь. Трубу мне гнули. Маленькую тоже гнули. А вот эту или внутри, я уже точно не помню. И внутри. То я уже сам выгибал. Пробовал. Это на станке. Тут разметил. Это квадрат сантиметровый. В принципе, неплохо смотрится. В общем, вот такой дизайн я придумал. Простенький. Верхушка такая вот будет. Нашел в интернете что-то подобное. Решил сделать. Чуть-чуть изменил. Здесь думал, гадал, как сделать узорчик. Решил не заморачиваться сильно. Вот такие четыре детальки согнул. Думаю, будет нормально. Когда чересчур их много, тоже будет некрасиво. Так, я их прихватил. Зачистил. Сейчас я переверну на другую сторону. С другой стороны обварю. Зачищу. Ну и в принципе буду ставить. Пробовать ставить. Подцепили вот такую проволочку. Прихватил куски труб, упер сами ворота. Прихватил здесь ворота. И все. Сейчас петли привариваем. Приварил петли. Вот как видно, проволочку вставлял. Так. С обоих сторон. Но разрезать уже буду завтра. Так, ну что, с утра разрезал я. Все нормально. Слегка опустилась вот эта створка в ворот. Скорее всего потянуло. Придется сделать арочку. Наверное, связать вот эти два столба до кучи. Так, сейчас что я делаю? Решил засовчик таки сделать. Трубка 15 на 15. А в нее квадрат сантиметровый. Обточил немножко, чтобы он посвободнее ходил. Сейчас прихвачу и здесь разрежу. Вниз. Сделал тоже вот такие засовчики. Тоже трубка, по-моему, 20 на 20, а в середине 15 на 15. Немножко, чуть-чуть тоже обточил, чтобы легче ход был. Сейчас прихватываю снизу это все дело. Открою ворота на всю и навесы прихвачу с этой стороны. Обварю. Химичу засовчики, которые вниз будут идти. Так, нашел куски трубки, вот 30 на 20. И вот эти кусочки немножко расплескал. Ну, то есть в ребро вот сюда вот бил. Чтобы такой немножко пузатой формы оно было. Сейчас, что я хочу прихватить вот так вот их до кучи. И сюда, наверное, еще штыри приварю. И забьется это все в землях. В дальнейшем, возможно, и забетонирую. Вот тут вот я уже не знаю, правильно я делаю или нет. Но думаю, что да. Все-таки решил я слегка забетонировать. Вот эту детальку. И все. То есть все отходит нормально. И застывает. Здесь я разрезал. Эту детальку. И все. Вот эти столбики я скрепил. То есть железный скрепил с бетонным столбиком. Носквозь просверлил. В общем, связал таким способом. А вот этот, вот этот столбик тянет у меня. То есть немного проседает створ коворот. Поэтому решил я сделать здесь арочку. Ну, а на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Жди ты продолжение. Думаю, будет интересно. И ты хочешь попрощаться? Да. Что надо говорить? Что? Всем. Привет. Ну, пока. Папа уже прощается. Говори. Всем пока. Всем пока. Что еще? Ставьте лайки. И? Подписывайтесь на наш канал. Ну, хорошо, скажи. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok